С вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский И сегодня мы будем обсуждать Ну, что случилось там на четвертом В четвертом этапе-то последнем Турниров серии Гран-при Сегодня второй круг разыгрывался Ну, хотел бы сказать именно, что сегодня Ну вот, поскольку Не было много интересных партий в первые два дня Когда они играли в основное время Ну, правда, вот одно я должен вам показать Белыми играл Давид Навара А черными Дмитрий Яковенко Ну, Дмитрий, наверное, немножко устал Поскольку у него такой был захватывающий матч В первом круге против Шахрияра Мамедьярова Закончился победой Дмитрия Ну, вот, может быть, где-то сил не хватило Ну, посмотрим Мне кажется, выбор дебюта был несколько странным Значит, начинаем Начинает Навар из хода С4 Ну, разумеется, сейчас Все шахматисты, ведущие могут Могут играть все дебюты Особенно белыми делают все Все ходы В общем-то, черные выбирают дебют И вот В этой позиции Ну, хорошо Стандартный ход, конечно, Е6 И вдруг Ж6 Ну, все-таки редко Редко очень черные идут На вот этот вариант Где белые могут поставить Расставить систему Мороции Ну, разумеется В общем-то, любой коалифицированный шахматист Рад такое белыми получить Наверное, из шахматистов хорошего уровня Я могу припомнить только Сергея Тевякова Который, ну, как-то уверенно делал черными ничьи здесь Вообще, дело очень непростое Ну, значит, что у нас тут было Ну, правильно Вот этот размен на Д4, наверное, более оптимальный Чем другие продолжения И Слон Е3 Ну, разумеется, Слон Ж5 тоже возможность Ну, вот Навара кое-что приготовил Это-то все нормально Но вот здесь После Ну, это обязательная программа всегда поставить Так вы это знаете Здесь вместо обычного хода Слон Е2 На которые черные отвечают А6 Угрожая ходом Б5 Поскольку там и на А2 будет привисать В общем, там тактика в пользу черных И поэтому белые должны играть Конь А4 Конь Д5 ничего не дает Пока черная пешка не двинулась на Б5 Очень трудно выиграть эту позицию Симметричную позицию После того, как возьмете ЦД Поэтому играется так Ну, и здесь В общем, получается что-то похожее С заключением того, что черные Успевают пойти в 5 Все это очень и очень хорошо известно Тут 20 лет назад это было модно Там, я припоминаю, была партия Одна из ключевых партий Чемпионата мира в Лас-Вагасе Нокаут они играли в полуфинале уже Нисепиан играл против Халифмана И достиг белыми довольно большого преимущества Но, в общем, выиграть не удалось ему Халифман вышел в финал А потом стал чемпионом мира Ну вот Но вот усиление Любопытное усиление G4 Так уже вроде бы игралось Белые просто не хотят тратить темп На ход слон Е2 Поскольку черные все равно играют А6 Ну вот получается такая же позиция Только здесь ключевой ход ладья G1 Ну вот получается, что F5 не пойти И вследствие этого проблемы с контр-игрой Серьезные причем Ну, было сыграно ладья G6 Не совсем понятно зачем Я думаю, белые не собирались менять на B6 коней Ну, теперь так Король H8 Вот так вот получается, что Попадет человек в незнакомую позицию И совершенно он неузнаваем Ну, наверное, так Что делать? Это, наверное, цена, которую платят Современные шахматисты За свою За свою работу над дебютными вариантами За свои познания И за свою уверенную игру В девяти случаях из десяти Вот один раз из десяти Вот Ну, нет привычки играть незнакомые позиции А почему вот Дмитрий это выбрал Никто не знает Наверное, его Его лучше тоже не спрашивают Зачем расстраивать человека В общем, получилось Позиция очень неприятная Белые, конечно, угрожают F5 Но сделал ход Конь C5 Ну, вот структура Может быть, сама по себе Можно себе представить Да, если бы черные Успели бы выйти ладьями На линию D Главное, слон D4 Если пошли бы Ну, вот делается такой ход И Получается, что просто Вот по темпам Не успевает Поскольку угроза E5 E5 будет сыграна Открывается удар на ладью И потом на пешку На B7 В общем, черным Никак не вставить Этого слона на D4 Чтобы было, конечно, необходимо Поэтому пошел так Вот сюда Ну, слон D4 сейчас играть Эта пешка просто, наверное, потеряется У белых, конечно, большое преимущество Пешка будет оторвана А После попытки Организовать контр-игру Белые пошли E5 И слон D5 Ну, это, наверное, последняя критическая позиция Мне кажется В партии По борьбе Не потому Какие там компьютерные варианты Ну, в общем, черным угрожает страшный зажим Главное, позиционная угроза белых Ну, допустим, я не знаю Сделали такой ход И решили упереться Ну, мне кажется Белые просто возьмут И пойдут так Ну, вот, слоны с G7 Не выходят никогда Белые как-нибудь там Откроют линия Вторгнутся Ну, в общем, они играют просто с лишней фигурой И, разумеется, давление На пешку C5 Еще сковывают Черные ладьи Ну, в общем, позиция белых выиграна Подобный типовой прием Выключения фигуры Противника из игры Был продемонстрирован Капабланкой В классической партии против Винтера Ну, вот, где он сдвоил пешки на F3 Запер белого слона на G3 Пожалуйста, к источникам Ну, вот, из этих соображений Мне кажется, что деваться было некуда Нужно было играть G5 Сразу же К этому выводу Пришел Дмитрий Но, разумеется, он не хотел Вот этой позиции Ну, что ж тут скажешь У белых, конечно Здоровое пешечное преимущество На королевском фланге А черные пешки сдвоенные И слабые Ну, как-то можно рассчитывать Все-таки Ну, поскольку король по линии Е Не давит Это ж не ладья То пойти слон D4 Потом E5 Ну, завязать какую-то борьбу Мне кажется, это было лучше А Дмитрий взял на D5 И пошел G5 Ну, иначе все равно Белые бы G5 пошли Но вот здесь у него возникли Очень конкретные проблемы Знакомые всем Грунфельдистам В том числе и мне То, что эта пешка D Идет вперед Но остается только Пожалеть о ходе короля H8 Который короля от нее отвел И будет здесь куча Неприятной тактики Ну, вот Скажем, какой тактики Ну Да вот такой К примеру То есть взять Не получится Поскольку потом будет Слон E5 шаг Слон успеет Слон успеет Отскочить на На надежное поле И потом белые забирают ладью В общем, много похожих вариантов Здесь даже проверять Особенно нечего Вот Пошел Пошел так Ну, белые С полным комфортом, конечно На F4 они заберут Когда надо Вот Пока такой ход Ну, опять же В общем В принципе, это все Так выглядит Довольно симпатично Но для шахматиста уровня Навара Да и даже Я думаю Очков на Даже на 200 пониже Наверное, было бы не так трудно Ну, в общем-то Варианты простые Белые везде выигрывают Здесь вот После F6 Он правильно пошел Не стал брать на F4 Ну, потому что Зачем возиться Вот с такой тактикой Ну, тут Непонятно сразу Что получается Ну, никто так не пойдет Конечно Надежный ход В воде Д1 Значит, ничего брать нельзя На F7 брать нельзя Ну, просто вообще Ничего не получается А теперь он уже берет Все в надежных руках Что белые просто Белые просто здесь выигрывают Поскольку на этот шах Они берут себе Спокойно ладьё И остаются с лишней фигурой Ну, взял на C7 От безысходности Но Здесь никакой крепости Конечно, речи быть не может Поскольку В общем Белые, наверное И пешку B заберут Или вообще все заберут B4 пойти не удается Ну, в общем Совершенно выигран Сдался Дима в этой позиции Ну Вот такие вот дела Значит Навара прошел дальше Ну, собственно Для него это Ну, приятно Хороший результат В общем После Такого года Так себе В общем Давид в этом году Особенно не отличился Но приятно Закончить год На хорошей ноте Разумеется Зная результаты Предыдущих этапов Может Ну Он сам понимает Что никуда он Конечно не попадет В турне претендентов Но Все равно Хорошо Приятно Хорошо сыграть Так Переходим К нашей Следующей партии Это уже Происходило сегодня 16-го числа Первая партия По 25 минут Дмитрий Андрейкин Против Максима Ваши Ваши Ваграва Ну Дмитрий Пошел Вперед И очень Интересно То есть Это Старый порядок Ходов Кереса Немножко Запутать Любителей Сицилианской Защиты Но Максим Конечно Ожидал Д4 Перейти в Любимый Найдер Вдруг Какой-то Ход Х3 Ну Принципиально Как-то Он пошел Сразу же Е5 Ну Непонятно Дело в том Что Можно Конечно Пойти Ж6 Но Какой-то Дракон С Х3 Играть С Такие Варианты Или Конь С6 Тогда Какая-то Классическая Сицилианская Может быть Ну В общем Решил Ходу Д4 Воспрепятствовать Но Вот здесь Неожиданно Такое Началось Ну Принципиальное Продолжение Х5 Тут Очень Интересная Игра Ф6 Наверное У белых Была Возможность Здесь Пешку Поставить На Ж6 И Прицелиться К пешке H5 То есть Состоялся Размен Этих Пешек Ну В общем Ход Ф6 Конечно Поезд У черных Не украшает И Поле Д5 Принадлежит Белому Мне кажется У белых Получше Наверное Ему Как-то Ну Более Половчее Что-ли Спрятать Короля На ферзовом Фланге Чем Черным Но Дмитрий Пошел Немедленно Конь Д5 Что Ход Очень Интересный Жертва Пешки Но Это только Начало Тут он Неожиданно Для многих Взял Плохого Слона Противника Но Зато Ударил В центре Ф4 Ну Бить на Ф4 Как-то Казалось Страшновато Конечно Король Черных Просто Задерживается В центре Максим Ушел Конь Ф7 И Блестящий Сашина Ход Ф5 Жертва Второй Пешки Ну Просто Очень Высоко Было Сыграно Здесь После Большого Раздумия И Максим Догнал Дмитрия По времени Черные Сыграли Конь Д4 Ну Мне кажется Блеф Какой-то То есть Угрозу Владимир Аш 5 Был Отразить Невозможно И Действительно Если бы Дмитрий Так Здесь Пошел Ну Наверное Бо Мы Ну Кто Его Знает Конечно Это Первая Партия Была Нерешающая Еще Но Тем Не Менее Позиция Белых Выглядит Просто Близко К Выгранной Ну Ключевой Вариант Конечно Если Вы Забираете Н Аш 5 То Берете Потом Ладью Но Белых Мощнейший Ход Ферзи 6 И От Ферзи 8 Шаг Защиты Никакой Нет Позиция Черных Полностью Разваливается Пришлось Бо Наверное Ладья Ж 8 Играть Но Ну Белый Скажем Так То есть Пешек То Поровно Кстати Вот Это Взятие Наверное Плохое Поскольку Потом Коне В 6 Шаг Будет Угрожать То есть Черный Вообще Не Распутаться Проблема В том Что Ферзи Как уйдешь Сразу Коне В 6 Вилка На Все В общем После Ладья Бет Аш 5 Наверное Решающее Преимущество Скорее Всего А В этом Варианте Может Он Зевнул Этот Промежуточный Ход Да В общем Получилось Как-то Неубедительно Но Здесь Много Было Возможностей У Белых Кстати Не Зевайте Ход За 5 Шаг Во многих Вариантах Он Очень Силен Наверное Белые Могли Где-то На Ничью Свернуть Но В общем Дмитрий Ничья Ну Ну Как-то Не смог Перестроиться Играть На Ничью Скажем Так Еще Ничья Была бы Нормальным Результатом Все-таки Это Первая Партия В общем Он попал В Цитнот И Проиграл Отдать Должное Нужно Максиму За Изобретательную И Главное Очень Быструю Игру Я думаю Что Все-таки Опыт Накопленный Накапливаемый В ежегодном Участии Вот Гранча Стор Приходит На пользу Поскольку Ну Никто Не играет Такое Количество Партии В Рапид И В Блиц Как Наши Ведущие Шахматиста Если Ты уровень Чуть Пониже Как Андрей Хотя У него Конечно Способности Очень Большие Результаты Были Отличные Быстрых Шаг Но Просто Практики Нет Поэтому Это Было Видно В этом Матче Ну Что ж Отмечу Конечно Победу Не помнящего Над Веслисо Просто Времени Нет Показывать Ну Техничная Очень Победа Вот В один Момент Весли Немножко Решил Форсировать Событие Вы посмотрите Партию Внимательно Забрал На Ф3 И Ну Допустил Допустил Просчет Тактический А когда Получилась Неприятная Позиция По Ферезю По ладье В общем-то Весли Было Неприятно Очень Обороняться И он Решил Перевести Партию В ладье На окончание Что Возможность Стала Решающей Ошибкой В общем Поздравляем Максима И Яна Прошедших Вперед И также Давида Навару Ну Посмотрим Что будет Теперь Максим Встречается С Яном В общем-то Это Борьба За все Кто из них Если Максим Выигрывает То он уже Прошел Вслед за Грещуком В турнире Претендентов Если выиграет Ян То Кстати Тогда Будет Неясно Поскольку У Максимов Все равно Больше Очков И Зависит От того Как Ян Сыграет В финале Ну В общем Наверное На этом Я подведу Пока Итоги Ну Еще раз Когда будет Когда Закончится Третий круг Мы с вами Еще раз Встретимся Ну Хорошо Спасибо За внимание До свидания